МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чем порадует нас новый день, расскажем сейчас. Новости регионов в эфире. С вами Михаил Меньшанин. Здравствуйте. И вот главное к этому часу. Подрядчик на строительстве детского сада в Майской горке по-прежнему отстает от графика. Уложится ли в срок? Здесь можно на время оставить птиц, грызунов и даже кошек. Уникальная гостиница открылась в Коряжме. Пустьяны вновь собрали элиту российской лесозаготовки. В районе открылся традиционный чемпионат лесоруб 21 века. В поле зрения важный для города объект. Глава Архангельска Дмитрий Морев без предупреждения проверил, как строится детский сад в округе Майская горка. Дошкольное учреждение на 280 мест возводится по нацпроекту «Демография». Здесь уже выполнены подготовительные работы. Это фундамент здания, подведены наружные сети и канализация. Сейчас укладывают кровлю и благоустраивают территорию, на которой появятся дорожки, веранды и зелень. Не удовлетворяет количество людей, которые я сегодня здесь увидел. Подрядчикам мы эти вопросы обсудили. Они будут нанимать дополнительные бригады, в том числе на кровлю, которая по большому счету уже должна была быть сделана. Но идет задержка и графика у них по монтажу кровли. Все эти вопросы с подрядчиком обсудили. Завтра обсужу все это с директором этой подрядной организации, с тем, чтобы активизировать работы и не допустить срыва сроков строительства этого важного для нас объекта. Новый детский сад должен быть готов 30 октября. Темп подрядчики обещают сохранить. АЦБК официально представил Министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики новый инвестпроект. Комбинат планирует потратить на него 105 миллиардов рублей. За эти деньги планируется построить на промплощадке АЦБК новый, соответствующий всем мировым требованиям, сульфат-картонный завод. С третьей картоноделательной машиной, мощность которой составит 700 тысяч тонн готовой продукции в год. Как рассказал Владимир Крупчак, директор по инвестициям в Палкмилхолдинг, куда входит и АЦБК, новая картоноделательная машина будет ориентирована на растущие зарубежные рынки. К 2050 году ожидается двукратное увеличение спроса на картон в мире. Добавим, в ближайшие годы Палкмилхолдинг намерен инвестировать в модернизацию своих российских производств свыше 160 миллиардов рублей. Архангельская Соломбола теперь имеет все шансы стать излюбленным местом для поклонников настольного тенниса. Площадку для этого, олимпийского, кстати сказать, вида спорта, открыли на базе патриотического клуба «Орден». Ее уже оценили известные в регионе тренеры. Дарья Евграфова продолжит. Такой спортивной площадки в Архангельске еще не было. Похоже, что теперь любители настольного тенниса будут приезжать сюда и из других районов города. Первыми стол опробуют чемпионы. Алексей Харьков, тренер сборной области, проводит мастер-класс и вспоминает, как начинал сам. В каких-то дворах стояли такие самодельные столы, которые, может, мы сами где-то клеили или взрослые нам помогали в этом, но таких площадок, конечно, не было. Оценка тренера пять с плюсом. Открытую площадку организовали на базе военно-патриотического клуба «Орден». Учебное место планируется для проведения занятий, соревнований по настольному теннису среди школьников и студентов, представителей общественных, молодежных и ветеранских организаций. У нас декады эмблидов бывают. Это как в августе и декуре. Мы играем в теннис среди эмблидов. Нам дозраются. И вот что-то у меня хорошо играет. Татьяна Метенёва живёт в Соломбале недавно. Пока ждёт, когда освободится стол, вместе с дочкой набивают руку. На самом деле, открытие спортивных площадок необходимо детям. Есть где проводить время. Сами будем ходить вечерами тут просто играть, заниматься для себя. Площадка для этого и создавалась, чтобы жители города могли здесь заниматься в свободное время. Ожидается появление и других спортзон. Таких как волейбольная, баскетбольная площадка, площадка для игры в большой теннис и бадминтон. Также есть в планах создать профориентационное место, стоянку пожарной и спасательной техники, где будет размещена автоцистерна, автолестница, аварийный спасательный автомобиль. Заметим, что это далеко не единственный спортивный объект под открытым небом, который появится в этом году в Архангельской области. На базе зональных центров мы хотим развивать и спортивную направляющую, ну и много правительств Архангельской области проводят несколько конкурсов для участия в муниципальных образований. Многие муниципальные образования активно участвуют и благодаря вот этой хорошей совместной работе в регионе появляются все новые и новые площадки. До конца года универсальные спортивные объекты, площадки для стритбола, хоккейные и теннисные корты появятся в 11 районах области. Ну а в Коряжме появилась новая гостиница. Звезд у нее пока нет, да и забронировать номер для человека не получится. Зато там с радостью обеспечат лучшие условия для птиц, грызунов и кошек. Аким Самедов расскажет подробнее. Бизнес-идеи порой приходят, когда их совсем не ждешь. К примеру, Ларису Жуждину из Коряжмы озарила в больнице. Пока женщина поправляла здоровье, дома совсем одна осталась любимая кошка Буся. Беспокойство о питомце и натолкнуло Ларису на мысль – открыть гостиницу для животных. Люди пользуются услугами в больших городах, а здесь мы не можем никого практически найти. И вот в больнице у нас три человека лежало. Как раз показали обстоятельства, там семья вся заболела и тоже не могли пристроить своих животных. За два месяца Лариса воплотила идею в жизнь. Зарегистрировалась в качестве самозанятой, заключила социальный контракт и получила от государства помощь 250 тысяч рублей. Также хозяйка гостиницы вложила 150 тысяч из своих сбережений. Под бизнеса дала одну из комнат в своей квартире, где сделала ремонт, закупила и установила оборудование. Постояльцы на первых порах некрупные – кошки, грызуны и птицы. Главное, что все уживаются мирно. Для беспокойных хозяев в каждом номере организовано видеонаблюдение. Доступ к камерам владельца получают бесплатно и могут приглядывать за своими любимцами из любой точки мира. Аким Самеда, Виктория Кивиша, Срегион 29. Не оставили животных без внимания и спортсмены в соседнем для коряжмы Котласе. Там прошел благотворительный турнир по стритболу. Подробности в сюжете Александра Богдановича. Энтузиасты не для победы ради, а для доброго дела сегодня играют в стритбол. Это турнир по уличной версии баскетбола. Команды 3 на 3 играют в одно кольцо. Зрелище по-настоящему захватывающее. У нас, например, в коряжме стритбол хорошо просветает. У нас много команд. Постоянно ребята играют на улице. Всегда полчатки заполнены. Всего на поле вышли 14 мужских и женских команд. Это студенты, работники различных организаций. И всех их объединяет желание помочь братьям меньшим. Собрать деньги для приютов. Очень полезно для продвижения этого движения. Помогала ли ты уже животным? Помогала. Мы покупали еду в приют. Я надеюсь, что у людей появится какое-то понимание. Люди захотят больше обращать внимание на друзей наших меньших, четвероногих. Наша основная цель – это привлечь людей, чтобы они занимались благотворительностью. Во время турнира удалось собрать именно такую команду. Пожертвовать деньги на корм животным могли все присутствующие на соревнованиях. Всю выручку передадут приюту «Право на жизнь». Александр Богданович, Дмитрий Патюков, «Регион-29». В Устьянском районе стартовал чемпионат лесоруб 21 века. Соревнования проводятся уже в шестой раз. Битва лесорубов на высокотехнологичных машинах – одно из главных ежегодных событий российского леспрома и самое крупное состязание в Устьянском районе. В этом году за звание «Лучшее» будет биться 41 команда из разных частей России, а также один коллектив из Беларуси. В деловой части чемпионата пройдут круглые столы, семинары, презентации на тему сохранения леса и экологии, а также выездное заседание Лесного совета страны. Кроме того, на лесорубе подведут итоги премии «Зеленый проект года 2021» и выберут победительницу на конкурсе красоты «Королева леса». Программа рассчитана до 15 августа. К этому часу пока все. Увидимся вечером. Редактор субтитров А.Семкин